несмотря на очень продвинутое развитие технологий науки медицины тем не менее люди болеют очень страшными заболеваниями как психическими например такими как шизофрения так и телесными например такими как рак и не только от этого сильно страдают а даже умирают и в чем этого причина и что с этим делать я антон кузнецов и мы найдем неожиданные но ценные важные ответы на эти сложные вопросы и так прежде всего психические болезни они конечно связаны с наличием какие-то ненужных веществ там нейротрансмиттеров или гормонов или наоборот с отсутствием каких-то нужных веществ но это все симптомы с помощью которых мы диагностируем эту болезнь если мы даже лечим мы компенсируем эту причину но в чем же причина поскольку это болезни тонкой сферы болезни ума и сознания то есть восприятие осознанности то они связаны с тем что у человека нарушены ну вот эти когнитивные функции то есть он неправильно воспринимает окружение себя свою роль свою личность и этот шизофрения это разрушение мышления это не раздвоение личности это не раздвоение ума это нарушение мышления и человек неправильно мыслить неправильно воспринимает из-за этого неправильно осознает а что такое рак и подобные серьезные заболевания это когда клетки начинают потреблять ресурсы расти размножаться как бы увеличиваться эти вот как бы всякие опухоли не выполняя функции а у них нарушения в днк то есть днк которая каждой функции не только рассказывает как расти каждая клетка с помощью знаний информации в днк знает что ей делать и как процессе жизнедеятельности так и выполнение своей функции то есть днк хранит предназначение каждой клетки если это нарушается то эта клетка должна быть уничтожена если она днк не несет правильное знание предназначение то функции не выполняет но она не умирает она становится бременем раку раковой опухолью только не на теле общества а именно на теле человека таким образом неправильное потребление когда человек употребляет неправильную еду или неправильным способом неправильные впечатления неправильные источники восприятия он чрезмерно потребляет ни те наслаждения ни те удовольствия тогда вот это вот неправильное потребление на уровне ума она копируется повторяется телом поскольку тело является отражением состояния ума и это приводит таким вот серьезным нарушением поэтому в чем причина первое недослачная осознанность и есть способы ее развивать второе ошибки восприятия и есть практики развития восприятия воспринимающая ума и неправильное потребление это касается не только еды или впечатлений там наслаждение удовольствия секса но и информации огромная простой доступ к огромному количеству информации привел к чрезмерному ее употреблению перееданию и воспринимающий ум с этим не справляется вот эти три причины они первичны никакие там факторы риска что там генетические особенности или предрасположенность к ультрафиолетовому излучению нет правильно осознаем правильно воспринимаем и правильно употребляем потребляем напитываемся впечатлениями едой это главные причины и одновременно ключи чтобы сохранить в наше непростое время как физическое так и психическое здоровье и